Пришло время рассказать про мой большой весенний азиатский книжный запой. Это японская, корейская литература. Может быть, не все из этих книг выдающиеся и войдут в историю литературы, но для меня это чтение стало знаменательным, потому что одна книга цеплялась за другую, всплывали какие-то фильмы, которые я параллельно смотрела, и сериалы. И это был настоящий целый большой опыт, объемный, которым я по частям делюсь в своих видеоблогах. Например, про фильмы, которые я смотрела, читая эти книги, я рассказала на канале Книжная сестрица. А здесь мой канал о книгах и чтении. Оставайтесь в креслах, меня зовут Ира. Устраивайтесь поудобнее и поболтаем про книжки, украсившие мою весну. Началась эта моя азиатская сессия с книги корейской писательницы Ким Джихе, «Книжная кухня». Я получила ее в подарок от Кристины. Я заранее знала по отзыву Кристины и по тем мнениям, которые я на Буктюбе успела уловить, что это легкая, располагающая к отдыху книга. Именно такого чего-то мне хотелось. И, собственно, мои ожидания эта книга оправдала. Вначале обращу ваше внимание на то, как эта книга оформлена. Знаменательна для меня эта обложка тем, что ее нарисовала художница из Салихарда Юлия Никитина. Она также автор многих комиксов, которые мне нравятся. Я покупаю у нее время от времени стикеры. Еще она делает метафорические карты. Мне вот недавно Даша с канала Angry Books их присылала. Участие Юлии Никитиной в этом проекте для меня почему-то было особенно ценным, приятным. Ну и обложка получилась такая милая, успокаивающая, как раз в том духе, в каком, мне кажется, она должна быть для этой книги. Это история про девушку из Сеула, которая раньше была очень успешной в бизнесе, а потом испытала какое-то выгорание. И когда у нее появилась такая возможность, она вложила все свои деньги в такой проект, который можно назвать скорее не бизнес-проектом, а мечтой, в воплощении мечты. Она купила землю за городом, в деревне, и решила построить там пансионат, куда люди могут приехать из большого города, провести время наедине с природой, в тишине, в красоте и почитать книги. Здесь главная героиня находит сама в книгах утешения, успокоения и вдохновения и хочет поделиться со своими постояльцами тоже вот этой читательской магией, что ли. Она сразу очень много книг заказала для своего пансионата, для своего кафе. И постояльцам своего пансионата она рекомендует, так между делом как-то упоминает, или предлагает напрямую прочитать книги, которые согласуются с какой-то душевной болью, печалью, с той историей, которую приехали, может быть, исцелить вот эти постояльцы. Таким образом, книга состоит из нескольких глав, каждая из которых, с одной стороны, представляет нам нового персонажа, с его новой какой-то проблемой, душевным переживанием, которая требует разрешения. А с другой стороны, мы постепенно видим развитие сюжета главной героини, развитие ее вот этого проекта с пансионатом. Кроме того, мы продвигаемся по разным сезонам. Начинается эта книга как раз с весны, с цветения сливы. У нас до сих пор сливы еще не зацвели в Тюмени, но, тем не менее, уже предвкушение весны было и у меня, когда эту книгу начала читать. У меня не создалось ощущение, что это глубокий текст, вот прям литературный шедевр, порождение гения, то, что обязательно должно остаться в веках. С другой стороны, эта книга, она как будто бы отвечает каким-то моим повседневным душевным потребностям. Она, мне кажется, очень прикладной, потому что она успокаивает, она создает вот это ощущение контакта с природой, она вдохновляет меня, допустим, на прогулки, на поиски чего-то вокруг меня, такого же красивого, умиротворяющего, как в книге. И в то же время она стала для меня интересным таким окошком в корейскую культуру, в современную жизнь Кореи. Допустим, первая история здесь посвящена девушке, которая нравилась петь, но которая слишком не вписывалась в рамки кей-поп-звезд, на которых максимальный спрос сейчас в корейской популярной культуре. Мы можем заглянуть вот как раз немножечко одним глазком в мир индустрии кей-поп, в историю о том, как делаются звезды, как люди подстраиваются под определенный шаблон, а если они в него не вписываются, то их безжалостно отбрасывают. Даже человек, обладающий талантом и любовью к музыке, не всегда может пробиться. Вот какая-то такая история здесь. Героиня первого сюжета все-таки стала знаменитой, стала известной, но эта популярность ее тяготит. На самом деле ей нравится заниматься музыкой, но совсем душа ее не требует быть звездой. А здесь как будто бы неразлучны эти два понятия. И она приезжает в пансионат, потому что раньше на этом месте стоял дом ее бабушки. И она как-то соприкасается с детскими воспоминаниями, горюет о бабушке, которой больше нет, и находит контакт со своими детскими переживаниями дома, умиротворения, благополучия душевного. И дальше вместе с героем мы проходим через сон в летнюю ночь, например, или «Октябрьское раннее утро», или «Первый снег», «Рождественскую вечеринку». Это такая традиционная, знакомая мне по японской литературе схема построения повествования, когда она привязывается к сезонам, и мы можем подглядывать за сезонами вот в этой конкретной местности. Про светлячков очень трогательная здесь была история. Здесь есть герой, который выпустил светлячков специально в этой местности, чтобы определенную создать атмосферу. Дальше светлячки мне встречались еще в моем вот этом азиатском чтении, и я поняла, что я совершенно не была знакома с этим образом светлячка в восточной культуре, в восточной литературе. А между тем он очень символичный, он и с романтическими какими-то обстоятельствами связывается. Недаром именно для свидания с давней возлюбленной герой выбирать этих светлячков выпустить. И также это символ ушедших душ, душ предков или умерших людей, которые вот так рядом фитают, да и освещают тебе эту ночь. В каждой главе здесь упоминаются так или иначе разные книги, здесь и «Маленький принц» встречается, и тот же «Сон в летнюю ночь» даже в заголовке фигурирует. Или «Аня из «Зеленых мезонинов». Здесь и музыка упоминается, которую я слушала. И «Концтовары Цубакия», и «Таагава» здесь упоминаются. И это забавно, не только потому, что я люблю тему писем, почты. Здесь пансионат книжной кухни своим постояльцам предлагает написать самим себе письмо, которое можно будет открыть через год. У них вообще, я так поняла, в Корее есть вот эта традиция писать письма в будущее, такие своеобразные. Причем не только кому-то, но и себе можно такое письмо написать. Вдохновением для этой акции, я так поняла, послужила книга «Итта Агавы» «Концтовар Цубакия». А мне Кристина вот эту книгу прислала, потому что до этого она дарила «Концтовар Цубакия». Мне очень книга эта понравилась, и Кристине она понравилась. И ей хотелось найти что-то подобное. Как я поняла по ее письму, она пришла в магазин, и консультант, продавец в магазине посоветовали ей вот эту книжную кухню. То есть вот это переплетение книг, которые я реально читала, и именно от Кристины получила, это тоже все было очень трогательно. Это такое получился, знаете, вот как будто бы терапия в форме книги. Такая современная сказка приятная, призванная пробудить интерес к каким-то старомодным, замедляющим очень развлечениям, таким как чтение бумажных книг, например, или сочинение писем, отправление их по почте. И сама эта книга меня вдохновила на то, чтобы сделать книжный бокс, потому что здесь просто сами просятся странички к тому, чтобы дополнить еще реальность и добавить какой-то подарок. Там, где раки поют, здесь вот упоминается книга. Некоторые вещи прямо сами просятся оказаться в книжном боксе вместе с этой книжкой. В этой книге упоминались рассказы «Харуки Мураками». В частности, совсем небольшое эссе «Вечернее бритье». Это что-то такое, мне кажется, вообще для журнала было написано. Я нашла в интернете. Вот точно так же в интернете я нашла рассказ «Бухта Ханалей». Рассказ этот мне показался не совсем понятным, не многословным, больше утаивающим, чем рассказывающим. Мне кажется, что отчасти рассказ таким должен быть, ну, может быть, да? Отчасти мое такое неполное понимание, некоторая туманность, которую я испытывала, когда его читала, может быть, связана с разностью культур просто. Я тогда стала смотреть экранизацию рассказа «Бухта Ханалей». Она действительно мне помогла лучше этот рассказ понять, как-то лучше увидеть мысли, которые Харуки Мураками вкладывал в эту историю, в том числе потому, что сам он был соавтором сценария к фильму. И вот как-то я стала присматриваться к Харуки Мураками, когда-то я очень любила его, но в романной форме больше с ним была знакома. А тут мне попались на глаза его рассказы, и я стала читать сборник рассказов, который называется «Светлячок». Рассказы там очень разные. Некоторые из них совершенно сюрреалистические, про человека, который работал на фабрике слонов, например. Какой-то совершенно кафкианский рассказ. Или там был знаменитый рассказ про поджигателя сараев. Этот рассказ считается омажем к рассказу Фолкнера. А Фолкнера герои Харуки Мураками как-то читают время от времени, что-то такое. В общем, Фолкнер фигурирует в этом поле. У Фолкнера есть рассказ, и там тоже человек сжигал чужую собственность, в том числе сарая. А есть корейский фильм «Пылающий». Экранизация рассказа Харуки Мураками, но очень такая авторская интерпретация, которая ближе даже к Фолкнеровскому рассказу, чем к рассказу Харуки Мураками, хотя канва больше схожа у корейского фильма и рассказа Мураками. И этот фильм как будто бы зацикливает вот эту связь между тремя разными произведениями про «Пылающий сарай». Тоже оказался очень интересный такой объемный литературный опыт. Фолкнера я, соответственно, тоже прочитала, благо это небольшой рассказ, чтобы лучше понимать связи между этими произведениями. Такое-то настоящее уже приключение разворачивалось. Про все свои впечатления от рассказов сборника «Светлячок» я писала небольшие заметки, а иногда большие, очень даже пространные заметки, не знаю, кто их читал, но мне их было приятно составлять. Писала в читательском дневнике, который публиковала на Бусте, в открытых записях. Если вдруг вы будете читать те же тексты, вам будет интересно мои какие-то непосредственные впечатления в моменте, то я вас могу туда перенаправить, потому что сама я этим опытом очень довольна осталась. Рассказ «Светлячок», который дал название сборнику, как оказалось, был предтечей романа «Норвежский лес», сделавшего Харуки Мураками знаменитым. Рассказ этот наполнен какой-то специфической Мураками, муракамиевской стилистикой, мне кажется. Там одновременно очень реальная реальность описана, кажется, что ее рукой можно потрогать. И в то же время странные связи между вещами, которые, кажется, неочевидными, непонятными. Какая-то недосказанность. С одной стороны, очень чувственный, узнаваемый жизненный опыт тоски, печали или одиночества, или поиск влюбленности, или дружбы там описывается. А с другой стороны, все это подернуто каким-то туманом для меня. Тут же я стала читать про светлячков. Почему-то в конце этого рассказа появляется светлячок, и мне не совсем понятно. И я иду в интернет, чтобы поискать какую-то информацию, узнаю о том, что светлячки – это души, в том числе символ душ умерших людей. А в рассказе «Светлячок» как раз повествуется о юноше, который дружит с девушкой своего умершего друга. Эта дружба между ними не перерастает, как будто бы ни во что. Она не становится, например, влюбленностью, они не встречаются, они даже напротив разъезжаются как будто в разные стороны. Но в то же время между ними есть какое-то такое напряжение, потребность друг в друге. И они как треугольник как будто существуют. Этот друг давно умер, но он никогда не повзрослеет, и он всегда между ними существует, как вот такой вот юноша, вечный юноша. И эта подруга остается как будто бы в наследство протагонисту от друга. И это характерно, потому что есть еще другой рассказ про Иву, спящую девушку, в котором тоже вот это сочетание совершенно непонятных связей, придающих всему делу сюрреализма, и очень реальных описаний повседневности. И там тоже главный герой вспоминает про девушку, которая в его жизнь пришла через друга. То есть он опять как будто бы с девушкой знакомится, потому что есть некий погибший друг. Вот это трио любовников и друзей встречается у Мураками очень часто. И в какой-то момент у меня оно стало ассоциироваться и с книгой «Заводная птица», потому что я ее дальше слушала. В отличие от рассказов, которые все-таки более или менее удерживаются на такой реальной стороне жизни, в хрониках «Заводной птицы» реальность это постепенно уплывает во что-то сюрреалистическое, во что-то таинственное, что-то одновременно родственное, не знаю, о какой-то литературе модерна западноевропейской и японским повестям о призраках, о странных существах, о каких-то таких звоночках с того света, когда тебе там является умерший муж, например, такие типичные какие-то истории из японских квайданов. Здесь они каким-то образом появляются. В общем, да, я так плавно из рассказов перетекла уже в романах о Руке Мураками. Я стала слушать «Заводную птицу». Она рассказывает про мужчину, от которого ушла жена. Он это даже не сразу понял. Он не работает. В липкой, туманищем мозг жаре главный герой «Заводной птицы» переживает опыты совершенно повседневные, но из-за какой-то звенящей тишины в его доме, пока там жена на работе, или пока он еще не знает, что она уже не вернется, из-за жары, из-за его подвешенного состояния, потому что он не может себе найти работу, все происходящее с ним приобретает сюрреалистический оттенок. И потом из этого кажущегося сюрреализма как будто бы вылупляется настоящая, настоящая какая-то сказочность, настоящая нереальность, настоящий параллельный мир, в который он как будто бы проваливается время от времени, как в какой-то глубокий колодец. В этой истории столько всего намешано, он там ищет, например, своего пропавшего кота. И этот код мне напоминает бегущего кролика и Алису в «Стране чудес». В роли Алисы там есть какая-то соседка 16-летняя, с которой он курит на шезлонгах, страдает жиры, слушая радио. И эта соседка почему-то запирает его в колодце. И я до последнего не понимала, он правда был в этом колодце, или это была его, ну, какая-то бредовая фантазия. При этом он встречается еще с неким пенсионером, который рассказывает ему свою историю про участие в войне и какие-то эпизоды из стародавних военных действий, где жизнь и смерть, выживание и какие-то странности человеческие, жестокость приобретают тоже совершенно дикие оттенки, ненормальности, противостояния, в котором люди гибнут, совершенно бессмысленно. Там очень хорошо отражено, и оно как-то вписывается в жизнь как будто бы современного нам человека, когда в современной Японии. В тот момент, когда появилась в «Заводной птице» линия про этого ветерана, описывающего свои военные приключения, совсем даже не подвиги, а просто какое-то мучительное выживание в бессмысленной резне, у меня возникло воспоминание, что не впервые Мураками мне кажется похожим по своему настроению, по своему месту в истории литературы на Виктора Пелевина, тоже сочетающего очень реальное и сюрреалистичное, играющего с разными фольклорными канонами, с историческими персонажами и такими вот мемами. Я вспомнила, насколько для меня затягивающий и гипнотизирующий мир, который создает Мураками, и даже в этот момент подумала, что что-нибудь старенькое из Пелевина я бы перечитала. Но «Заводную птицу» я где-то на середине бросила и дослушивала ее позже, а читать стала «Слушай песню ветра» и «Пинбол 1973». Это первая книга из так называемой трилогии «Крысы», в которую также входит «Охота на овец» и «Дэнс, дэнс, дэнс». Я когда-то читала эти две повести, они входят вот в одну книгу, но у меня от них осталось очень смутное впечатление. И сейчас я поняла, почему, потому что здесь какие-то скучные для меня вещи описываются, связанные со студенческими волнениями, с каким-то политическим моментом, который мне не был интересен не при первом знакомстве, да и сейчас не особо, хотя сейчас больше какой-то вниманием и осознанностью к этому отнеслась, но и при первом знакомстве и сейчас мне очень приятным, завлекательным, интересным оказалось описание студенческой жизни этого странного междумирья, в котором человек находится. Он уже не ребенок, он уже может немножко своей жизнью, своим временем распоряжаться, но он еще и не взрослый, и не погряз еще в каких-то вот взрослых, вязких и устойчивых структурах, обязательствах. Здесь рассказчик знакомится с человеком, которого зовут Крыса, про которого очень мало всего известно, главному герою, несмотря на то, что они становятся близкими друзьями. Именно этот Крыса становится потом каким-то проводником между странным миром «Охота на овец» и реальностью. Вообще, мне кажется, что вот эти две поиски, слушая песню «Ветра и пинбол» 1973, они максимально реалистичные в этой трилогии, и как бы накал сюрреализма нарастает в следующем томе «Охоте на овец». Несмотря на то, что я недавно перечитала эти две поиски, уже сейчас мне про них трудно говорить, настолько у меня уплывает сознание. Здесь есть моменты, которые меня трогали. Это, в принципе, было достаточно увлекательно, но в первую очередь для меня это было увлекательно как какое-то повторное исследование мураками, как я его воспринимала 20 лет назад, как воспринимаю сейчас, или как предысторию к «Охоте на овец». Боже, у меня выветрилось это практически сразу из головы, я не знаю, что с нами не так, почему мы друг другу так не подходим. Они, мне кажется, достаточно скучными, если честно, вот эти две повести, поэтому они в голове у меня не сильно задерживаются. Но я рада, что я их перечитала, потому что «Охоту на овец» я помню как довольно увлекательное путешествие, и приступая к нему, рада, что я освежила немножко знакомство с этими персонажами. Оказавшись в поле этого японско-корейского притяжения, я решила дочитать начатую довольно давно «Пересеку время ради тебя» Лик Коннем. Эту книгу в привлекательной обложке мне подарила Лена с канала «Once upon a time». Вот здесь вот ее экс-либрис. Я поставила и свой экс-либрис тоже. Я понимаю, почему Лена эту книгу захотела купить, потому что она, с одной стороны, ну, просто выглядит привлекательно, а с другой стороны, она про переписку. Здесь девочка с письмом сидит. Тема переписки очень такая заманчивая и привлекательная для меня тоже. Здесь девочка обращается к вот этой ранее упомянутой практике «Писем в будущее». Каким-то чудесным образом она начинает получать письма от девушки, которая жила за 20 лет до нее. Так, даже не 20 лет, а больше. Одна девочка живет изначально в 1982 году, а вторая с ней переписывается из 2016. У них одинаковое имя – Иню. Они начинают переписку. Каким-то образом они умудряются друг от друга письма получать. Но девочка 2016 года остается внутри этого года. Между тем, как ответы, которые она раз в две недели или раз в месяц получает от другой Иню, отправляются из разных лет. То есть у той девочки время идет, она взрослеет. И если девочка из 1982 года была младшей, то теперь она становится уже молодой женщиной. А здесь главная героиня лет 15, мне кажется. Иню из настоящего испытывает множество проблем эмоциональных. Хочет из дома поскорее сбежать. Она живет с отцом, холодным, отсутствующим. Ей очень не хватает вообще его понимания, его участия. Она ничего не знает о своей матери. И отец отказывается, чтобы это не было, рассказывать про мать этой девочки. Что ее ужасно ранит. Ей необходима поддержка, ей необходимо какое-то доверительное общение, которое она и получает из переписки с Иню из прошлого. Более того, она, рассказав свою историю, она даже заручается поддержкой Иню из прошлого, которая обещает ей помочь найти ее мать. Помочь, раз она движется все-таки по прошлому, приближаясь к будущему, значит, она сможет каким-то образом разведать. Потому что они выходят примерно в одно время жили с матерью Иню из будущего. Вот эта сама интрига, совершенно лишенная всякой логики в рамках научной фантастики, и развязка такая достаточно сентиментальная в этой истории, они похожи на мыльные оперы. Я вот не очень хорошо знакома с дорамами, но в моем представлении это тоже какие-то сентиментальные мелодрамы. Наверное, сам жанр, в котором эта книга написана, во многом связан с вот этой популярной культурой сериальной. Интрига, которая здесь существует, вот этот фантастический элемент, он оказывается не таким уж крутым, завлекательным и остроумным. Это скорее механизм, при помощи которого девочки могут переписываться, мы можем наблюдать за их взрослением или какими-то изменениями в судьбе. Это просто драматургический механизм, вот и все. Не стоит этой интригой как-то обольщаться. Поняв это, я испытала некоторое разочарование. Да, и Елена сказала, что эта книга ее разочаровала. И все-таки я некоторую ценность для себя в ней нашла, потому что сама идея поддержки, которой необходима подростку, какой-то теплоты, в том числе материнской и вообще родительской, сам факт, что где-то она получила эту поддержку, меня очень растрогало. И сама идея связи между матерью и дочерью, которые не увиделись в жизни, потому что мать погибла при рождении ребенка. Сама эта идея мне показалась очень трогательной, очень как-то коррелирующейся с тем, что там в моей жизни. Поэтому местами я прям всплакнула. У этой книги есть еще такая особенность, которая не в плюс, наверное, ей пойдет. Написана она языком очень разудалом, разухабистым. Здесь как бы имитируется разговор двух подростков, по сути, особенно в начале. И подросток их с 2016 года говорит на каком-то очень примитивном языке. И это было не очень приятно читать. Какое-то упрощение нарочитое. Меня немножко коробило. Не кипишуй, глубоко вдохни и медленно выдохни. Со стыда еще никто не умирал. У меня похлеще бывало. Ну, с другой стороны, если мы говорим про книжку, которая адресована современному подростку и пытается говорить современным подросткам на каком-то вот таком языке, думаю, что у этого есть какое-то оправдание. Ну, в общем, книжка эта, с одной стороны, оказалась достаточно простенькой. И, в общем-то, надо понимать, что ее адресат – это не какой-то умудренный опытом читатель, привыкший к изысканным текстам и интригам. С другой стороны, в ней определенная эмоциональная ценность даже для меня, казалось бы, взрослого читателя обнаружилась. Даже я про нее гораздо более связана и дольше рассказала, чем про запутанного и гораздо более хитрого хоруки-мураками. Ну, что, в общем-то, объяснимо. Следующий твист в этом прочитанном мне очень нравится. Поскольку я делилась своими впечатлениями от книжной кухни с подписчиками в Телеграме и на Бусте, у нас возникали какие-то разговоры на эту тему, и мне зрительницы написали про разные сериалы и фильмы, которые подходят под вот этот тренд азиатской поп-культуры, обслуживающий потребность жителя мегаполиса, живущего в постоянной гонке за успехом, за свое место под солнцем, потребность замедлиться, оказаться наедине с природой, или хотя бы через книгу или фильмы соприкоснуться с тишиной первозданной природы или деревенской жизни, неспешности такой. Одним из таких сериалов оказался сериал «Один выходной день», главная героиня которого ездит в однодневное путешествие по Корее. Этот сериал мне очень понравился. Про него отдельно тоже в выпуске об азиатском кино «На книжной сестрице» я рассказала. И одна из серий там была посвящена поездке на курорт Сок-Чхо. Главная героиня там ностальгировала по каким-то своим детским поездкам к морю. Так я впервые узнала о том, что вообще существует такой город Сок-Чхо. И когда я увидела где-то случайно, просто вот, знаете, в рекламе контекстной, книгу «Зима в Сок-Чхо» Элизы Шуа-Дюсапен, я схватила ее сразу же, потому что я люблю книги, в которых что-нибудь про зиму, и потому что я знала теперь слово «Сок-Чхо». И какое же это оказалось чудесное открытие. Одно из приятных книжных открытий этого года. И главное чудесное сочетание. До этого у меня была большая серия французского чтения, а потом азиатское чтение. А здесь кореянка, вернее, француженка корейского происхождения описывает жизнь в зимнем курорте. Людей практически нет, многие места закрыты. Главная героиня работает в захудалой гостинице, где она и смотрительница, и уборщица, и еду готовит. И вот приезжает в эту гостиницу полупустую, холодную, промозглую, в этот полупустой, скучающий городок, приезжает француз. А главная героиня, так же, как и писательница Элиза Шуа-Дюсапен, смешанного происхождения. Ее мать когда-то с французом там закрутила, а потом он исчез из ее жизни, то есть отца нет в ее жизни физически, и у нее есть даже такая вот нехватка в отцовской фигуре, очевидно. Но в то же время он всегда с ней, потому что ее внешность, вот эти смешанные крови, бросаются в глаза всем корейцам, которые живут в этом сок-чхо, и всегда она чувствует некую отчужденность. Возможно, ей кажется это, возможно, внутри нее существует эта отчужденность, возможно, отчасти это правда, и люди смотрят на нее и видят в ней немного чужую, смешанную с европейцем кореянку, какую-то вот такую неполноценную. Возможно, мать отчасти ей вот этот комплекс транслирует. И вот в полупустую эту гостиницу приезжает француз, который рисует комикс. Он путешествует по миру и на основании своих наблюдений сочиняет истории, происходящие в тех местах, куда он приехал. И между этой девушкой и этим французом завязываются как будто бы отношения. Они неформальные, но они есть. Мы не можем до конца понять, чем они являются для каждого из участников, насколько они реальны для каждого из участников. То есть это что-то такое очень зыбкое, аморфное. Через переживания этой героини тоже написаны отрывистыми кусочками, бессвязными. Это, видите, очень маленькая книжка, это как о наброске. Сама вот эта книжка и эпизоды, из которых она состоит, похожи на этюды, на какие-то живописные, на скетчи даже, на наброски сюжетов. Они как бы запечатлевают маленькие отрывки реальности, и из них складывается какая-то история. Но в каком порядке мы расположим эти скетчи, или как их будем трактовать, во многом зависит и от нас, в том числе, как от читателей. В этом тексте для меня заключалось экзотическое прекрасное сочетание французской литературы с ее маленьким объемом, с ее склонностью к недосказанностям, каким-то интересным, чувственным решением. И корейской культуры сама Элиза Шуадю Сапен, как я потом узнала, познакомилась с родной корейской культурой уже в 13 лет. То есть росла она все-таки в европейской среде. С другой стороны, через свою семью, она была в контакте с корейской культурой, потом в 13 лет, приехав туда, она все-таки много какого-то опыта впитала. И здесь она много описывает повседневности вот этого маленького корейского городка. И очень видны особенности корейской культуры, корейской жизни, через то, что здесь описывается. Это такое вот этнографическое в каком-то смысле тоже путешествие. Погружение в другую среду, в другую культуру. Тоже такой маленький, незначительный элемент, но который для меня звучал. Одна из посетительниц этой зимней гостиницы приходила в себя после пластической операции. Бойфренд-расказчица сделал себе пластическую операцию, чтобы лучше продвигаться в жизни. И ей предлагает. И мать ей тоже вроде как предлагает что-то. Она не против, по-моему, чтобы она сделала пластическую операцию. Настолько это входит в жизнь молодых людей. Они поправляют себя, чтобы лучше втискиваться в какие-то индустриальные рамки капиталистические, чтобы лучше себя продавать и в надежде быть более счастливыми. И в экранизации «Поджигатели сараев» в корейском фильме «Пылающий» по рассказу «Харукими раками» там тоже есть героиня, которая себя перекраивает до неузнаваемости. Так что главный герой, знавший ее в детстве, ее не признает, потому что совершенно у нее другое лицо. И дальше еще нам встретится эта тема с пластическими операциями. Я понимаю, что для людей, которые находятся внутри этой корейской культуры, следят за ней или живут в ней, для них это уже стало такой нормой. Для меня же, как для недавнего наблюдателя, который только знакомится, это очень броская деталь. Вот насколько там эти модные операции, насколько их уже нормальными люди воспринимают, насколько проще людям кажется перекроить свою внешность, чтобы перекроить свою жизнь. Вот это почему-то такая задевшая меня деталь оказалась. Тут мне интересно было, например, здесь вот они идут в Чемчельбан с мамой, в баню. И в этот момент я смотрю фильм Вима Вендерса «Идеальные дни», и там главный герой тоже идет в баню общественную, правда, в Токио. И это отчасти созвучно даже моему детскому опыту, потому что в детстве я тоже с мамой ходила в баню. Хотя наша баня выглядит несколько иначе, чем Чемчельбан или японская баня. Мои собственные воспоминания, то, что я здесь читаю, то, что я вижу у Вима Вендерса, то, что я потом нахожу на Ютубе, чтобы посмотреть, как сейчас выглядят Чемчельбаны, это все становится таким интересным, интересным дополнительным опытом. Потом здесь она постоянно готовит еду. С одной стороны, мне кажется, у нее расстройство пищевого поведения в сторону анорексии. Она недовольна своим телом. Вот эта телесная неприязнь очень сильно проявлена. В то же время она получает удовольствие, готовя еду, и как-то для нее это как искусство, как для комиксиста, его искусство, центр его жизни как будто бы составляет, так и для нее приготовление еды. Она, может быть, даже не всегда это осознает. И я, как читатель, во всяком случае, осознаю это ближе к концу текста, но она постоянно готовит еду и над разными нюансами размышляет о ее приготовлении и вкладывает в нее что-то важное для себя. В то время как сама она ест с трудом, мать ее закармливает, чтобы она была попышнее, потому что это хорошо для невесты, а мать хочет выдать ее замуж. А сама она испытывает отвращение к еде и как-то старается ее избегать. Короче, тут много разных мотивов. В такой вот крошечном таком тексте здесь и отношения с матерью, и отношения с отцом, и отношения к телу, и творчество, и культура корейская, и вообще поиск своей идентичности вот в этом состоянии двойственности, непринадлежности в полной мере как будто бы ни к корейской культуре, ни к французской. Все это уложено в такой маленький поэтичный очень текст, и все это на фоне зимнего приморского города. Плюс тут еще звучит тема «Разделение Кореи», потому что недалеко от Сак-Чхо находится граница между Южной Кореей и Северной Кореей, и она едет на эту границу с художником, который хочет посмотреть на это место, он просит его отвезти туда. Отголоски войны, гражданской войны, отголоски разделения людей, которых через семьи пролегло это разделение, все еще это больная рана, которая до сих пор не заживает, и это звучит вот в этом крошечном тексте. В общем, я просто влюбилась, я обожала этот текст, я его читала медленно, смаковала, и я с удовольствием узнала, что в этом году у Лизы Шуадюсапен вышел новый роман, который называется «Владивостокский цирк», но я не знаю, когда его переведут на русский, однако в июне на русский переведут, и Поляндрия Нуэйч обещает выпустить ее второй роман, который называется «Шарики поченка». Боже, я все время забываю, как они называются. «Шарики поченку». И там главная героиня тоже в каком-то таком межкультурном пространстве, потому что там есть «Шарики поченку» — это такая азартная игра в Японии популярная. Героиня-кореянка, которая живет в Бельгии, по-моему, приезжает в Токио, чтобы там встретиться со своей корейской бабушкой и как-то с корейскими корнями соприкоснуться. В общем, там такой тоже очень микс интересный, культурный. Я никогда раньше не слышала про «Шарики поченку», а это, оказывается, такая известная тема японская. И, опять же, исследуя после идеальных дней творчества Вима Вендерса, я обнаружила у него старый фильм про Токио, где «Шариком поченку» уделяется большое время, и можно прям посмотреть, как работают эти павильоны, больше узнать про эту азартную игру, как замечательно сочетались всякие разные вот эти мои читательские и киношные впечатления. У меня просто сердце замирает от восторга, как все это ужасно интересно складывалось. Ну и последняя восточная книжка, про которую я хочу рассказать, тоже корейская. Это «Мадам Таро» Ли Суа. Вообще, я обратила внимание на эту книжку из-за своего пристрастия к Таро. И, скорее, бы я ее отнесла к подборке, где я рассказываю про книги, подцепленные мною именно через эту тему Таро. Но это детектив, и это очень корейский детектив. И когда я стала взвешивать, вообще, где интереснее про это рассказать, я поняла, что все-таки нужно в корейском, вот в этом азиатском сегменте рассказать, потому что в этом детективе, где главная героиня использует сначала Таро, чтобы подобраться к эскортницам, среди которых она искала свою пропавшую сестру, но увлекается этим и невольно использует Таро как подсказка, как способ обратиться к своему бессознательному, чтобы увидеть то, что сознание не улавливает. В общем, через вот это детективное расследование и через тему Таро открывается очень много именно про современную Корею, про вот эту субкультуру эскортниц, про то, как там женщины живут, почему они туда попадают, как вообще это может выглядеть, какие-то клубы, где мужчина развлекается и приходит себе снять женщин. Опять возникает вот эта тема пластических операций, когда люди изменяются до неузнаваемости, когда как будто бы сама реальность подталкивает их к этому. Причем в фильме «Пылающий» очень четко было видно, что это во многом женская история, что именно женщины в обществе так расположены невыгодно, что они себя продают вообще всеми способами и модифицируют всеми возможными способами и все равно остаются максимально незащищенными, как эти же эскортницы, например. Они же становятся и жертвами убийств в этом детективе Мадам Таро. Мне кажется, что этот детектив это задел на серию, потому что там такое ощущение, что какие-то серийные убийства происходят, еще будут происходить. Она ищет свою сестру, но не может ее найти. Главная героиня вот эта Мадам Таро и, возможно, даже я буду читать продолжение, хотя и с точки зрения детективной и с точки зрения литературной это не что-то выдающееся. Но, с одной стороны, этот корейский колорит мне интересен и женская тема, и тема Таро мне нравится, как там раскрывается, потому что она не уходит в эзотерику, а остается на уровне практики, ну, вот какого-то функционально в жизни применимого зачем-то кому-то нужного занятия. И в то же время там какие-то психологические разборы этих архетипов Таро даются, которые, мне кажется, очень, ну, такими уместными, что ли, своевременными. Ну, вот, собственно, на Мадам Таро я сегодня и закончу, хотя мои азиатские чтения и кинопросмотры продолжаются, просто уже не в таком концентрированном темпе. И в дальнейшем, я думаю, будут появляться в выпусках о прочитанном и книжке, еще японские и, возможно, корейские. Но пока на этом закончим, я думаю, предостаточно уже всего я понарассказала. Говорите мне, пожалуйста, что из этого вы читали, какие у вас остались впечатления. Помогайте мне прояснить мои впечатления. Очень часто в наших с вами диалогах, в комментариях я осознаю какие-то особенности прочитанных книг, которые я не смогла уловить, когда вот такие вот порой очень спонтанные свои отзывы записываю на видео. И бывает очень ценно через опыт другого читателя что-то для себя про какие-то тексты прояснить, поэтому, пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями, рассказывайте, что интересного японского, корейского, китайского вы читали в последнее время и смотрели в кино. Встретимся с вами в разделе комментариев и в новых видео на канале оставайтесь в креслах. Меня зовут Ира, приятного вам вечера и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok